Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и ее ведущая Екатерина Родченкова. Сегодня у нас в гостях директор общества с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» Лукашенко Валерий Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Владимирович, ну тарифы и, так сказать, вообще услуги ЖКХ у нас тема горячая на сегодня, поэтому, собственно, мы вас и пригласили немножко рассказать именно о своем предприятии, чем вы занимаетесь. И, конечно, мы затронем тему тарифов на холодную воду. И первый мой вопрос. Давайте подведем итоги зимнего периода. Как вы прошли этот период? Все ли у вас было нормально? Случались ли аварии? Ну, зиму мы прошли, можно сказать, нормально. Больших аварий и потрясений у нас не было. Все водозаборное оборудование отработало у нас в штатном режиме. Конечно, случались у нас порывы на водопроводных сетях, но это, наверное, неизбежно при нашей работе, так как сети уже довольно-таки изношенные и старые. Но с этим мы справлялись достаточно уверенно и быстро. В предприятии работают службы именно по ликвидации таких аварий, аварийные бригады. И они выполняют эту работу в любое время суток, в любое время, днем, ночью, праздники, выходные. То есть с этим мы справляемся, как бы сказать, легко, быстро и качественно. Второй вопрос. Можно рассказать немножко, что на сегодняшний день у нас с водоснабжением в районе. Здесь бы хотелось мне услышать о тех объектах, которые находятся под вашим ведомством, в каком они состоянии, откуда происходят заборы воды и каково состояние водных сетей. Вообще наше предприятие обеспечивает водой население 25 населенных пунктов района. Всего их у нас 29, по-моему, да? И вот в 25 поставляем воду, это водные ресурсы. Во всех этих населенных пунктах у нас есть водозаборные сооружения, практически во всех есть водопроводные сети. Но если сетей нет, то там производится самовывоз, то есть водовозки работают или колонки просто. На сегодняшний момент, хотя еще не закончился у нас отопительный сезон, уже мы практически готовы к летнему сезону. То есть начнутся полив приусадебных участков, как у нас называемые летние водопроводы. Водозаборы у нас все подготовлены к летнему сезону. Ну, по сетям у нас как бы идет постоянная работа по подготовке их, эксплуатируем мы круглый год. У нас нет такого, что как, например, у тепловиков зимой они работают, летом готовятся, у нас вода идет по сетям круглый год. Вот поэтому можно сказать, что к лету мы практически тоже готовы. Ну, вот скажите, вообще есть ли проблемы с забором воды? Вообще хватать в перспективе должно нам воды нашему району? Или могут быть в этом плане проблемы какие-то? Вообще в перспективе мощность наших водозаборных сооружений как бы обеспечивает полную потребность воды для всего населения района. То есть водозаборных сооружений у нас достаточно много. Часть из них у нас находится в резерве, не эксплуатируется. Часть работает только в летний период. Запас прочности у нас есть. Единственное, что у нас как бы недостаточно, наверное, развиты водопроводные сети еще. То есть не до каждого абонента еще протянут трубопровод. Вот с этим еще у нас какая-то существует в районе проблема. А с запасом воды у нас проблем нет. И вот в этой же связи вы сказали, что где-то нет у нас водопроводов круглогодичных. В этом году водопроводы предусматривают строить и где? Вообще по строительству водопроводов за последние, наверное, 5-6 лет район сделал такой большой шаг вперед. Районная администрация провела такую огромную работу, я считаю. А водопроводов было построено, наверное, сейчас я не могу точно сказать, но не менее 50 километров. Это только за последние 5-6 лет. Это считается большим объемом? Это очень большой объем. Это очень большой объем. Еще в начале 2000-х даже годов, в начале 2000-х годов в районе было очень критическое состояние было с водоснабжением. Наверное, половина населения у района вода доставлялась водовозным транспортом. С водовозками были огромные проблемы, они были старые, изношенные. Я помню, администрация закупила целую колонну новых водовозных машин, порядка 10 штук. Раздавали их по поселениям, возили. Водовозки работали в две смены, без выходных работали. Сейчас же, наверное, нет такого поселения, где водовозка работает каждый день. Наверное, в худшем случае, три раза в неделю. Потому что, еще раз повторяюсь, построено очень много водопроводов, очень много. И подключено в пределах, наверное, тысячи трех новых абонентов. Это к централизованному возоснабжению. Работа проделана просто огромная. В этом году я не готов сказать, будут ли в этом году построены водопроводы, так как этим вопросом занимается районная и сельская администрация. Это планы у них все. Я думаю, наверное, будет строительство продолжаться. Потому что из года в год цель поставлена такая, чтобы полностью обеспечить население всех поселений централизованным водоснабжением. Уйти от водовозных этих машин, действительно, это уже прошлый век. Если у нас есть водобашня, есть там вода, почему бы не протянуть людям трубу? Ну, как бы сказать, люди и сами проводят водопроводы, то есть не ждут, пока этим займется. Вот это следующий вопрос. Вы его предварили. Вот скажите, летом, как обычно показывает практика? У нас люди начинают, у тех, у кого нет центрального водопровода, начинают строить круглогодичные водопроводы. Что нужно знать человеку для того, чтобы построить круглогодичный водопровод? Какие документы? Куда обращаться? И после того, как этот водопровод уже будет введен в эксплуатацию, кому будут принадлежать эти сети? Прежде всего, надо обратиться в ресурсоснабжающую организацию, то есть ООО «Водные ресурсы», получить там технические условия. Это делается просто. У нас организована служба, так называемая, одно окно, человек приходит туда, пишет заявление, предоставляет соответствующие документы, там небольшие, паспорт, документ на жилье, что эта квартира, дом принадлежит ему, схема водоснабжения, ну и все, по-моему. И в течение двух недель мы выдаем технические условия. То есть, что такое технические условия? Это правило, как провести водопровод, точка подключения, какой диаметр трубы, на какой глубине он должен быть, как то, что все там расписано. После получения технических условий, то есть можно уже потом приступать к строительству водопровода. Как правило, заключается договор с какой-то организацией. Которая занимается этим. Да, специализированная организация, скорее всего, даже лучше всего, чтобы это было, происходит строительство водопровода. Дальше в технических условиях, это мы обязательно прописываем, чтобы был вызван представитель, то есть представитель водных ресурсов. Мы проверяем качество, качество работ. То есть при незарытом? Да, при незарытом, обязательно при незарытом, проверяем выполнение, именно выполнение пунктов технических условий. Там все прописано, что, например, труба должна быть проложена ниже глубины промерзания. В нашем случае мы обычно пишем на 3,5 метра, потому что по практике в Бугучанском районе до 3,5 метров грунт промерзает. Если грунт промерзает, то, естественно, зимой эта труба замерзнет и воды не будет. После того, как мы примем, подпишем соответствующие акты, что все работы произведены согласно технических условий, все пункты выполнены, тогда происходит обратная засыпка грунта, заключается договор, подписывается акт водоэксплуатации, пуск, договор на оплату и обслуживание, и как бы вода у абонента появилась. А вот после этого кому все-таки сети эти принадлежат? Самому собственнику? Или они должны принадлежать сельскому совету? Или они вам должны передаваться? Кто этот водопровод построил, тому они и принадлежат. То есть он является собственником? Да, он является собственником. И все аварии, которые происходят, он сам устраняет? Если он не заключит договор с кем-то, с нами, например, или еще с кем-то. То есть он должен заключить договор с вами? Если он заключит договор с нами, то будем это делать мы. Понятно. Не могу не затронуть вопрос о качестве нашей воды. Скажите, проводятся ли какие-либо лабораторные исследования на качество? И какая у нас все-таки вода? Лабораторные исследования проводятся в обязательном порядке. У нас заключен договор с центром гигиены в Тунгучанском районе. И исследования проводятся по графику определенному, который указан в договоре. Кроме того, центр гигиены и райпотребнадзор проводят собственные исследования. По графику они мониторят воду в детских садах, школах, в бюджетных организациях. То есть это обязательное условие. Ну что сказать о качестве воды? Качество воды как бы у нас соответствует нормативам и СанПИНу. Единственное, что у нас на грани допустимого, но все равно соответствует, это жесткость. У нас по всему району вода жесткая. Это мы сами знаем по своим чайникам, видим. Но все равно она подходит, допускается, но на грани. Но тем не менее, вы бы посоветовали нашим жителям приобрести фильтры? Конечно, конечно. Сейчас очень большое количество самых разнообразных фильтров. И эта жесткость как бы она элементарно убирается. Она быстро убирается. А так вода. Хорошая нормальная питьевая вода. Валерий Владимирович, вот количество воды у нас сейчас в реке, мы видим в Ангаре, она стала маловодной. Скажите, влияет ли это на водозаборы каким-то образом? Или это не влияет? Наверное, после запуска ГЭС мы прекратили использовать речную воду. Если до запуска ГЭС у нас были речные водозаборы, это по Ангаре и по реке корабла. Ну и то, в основном мы брали воду для нужд котельных. Потому что в Ангаре как бы вода совсем не жесткая по качеству, что хорошо для котельного оборудования не образует накипь. Мы брали воду с Ангары. Но после того, как началось заполнение водохранилища, вода в Ангаре начала резко то подниматься, то падать, мы все свои водозаборы остановили, демонтировали. И в настоящее время речной водой мы что в Богучанах, что в Таёжном мы не пользуемся. Так же и для летних водопроводов. Раньше с Ангары в некоторой поселке брали воду для летних водопроводов, но сейчас это не используется уже. Вода используется только из подземных источников. Валерий Владимирович, а вот сейчас давайте поговорим о приборах учёта. Скажите, как у нас идёт установка в районе приборов учёта? Во всех ли бюджетных организациях они установлены? Сколько их установлено у ваших абонентов, физических лиц? И сколько ещё нужно установить? Ну вот если взять статистику по бюджетным и вообще по юридическим лицам, у нас где-то порядка 300 абонентов, договора у нас заключены с организациями, то там приборов учёта даже больше, больше чем 300. Потому что в некоторых, например, ЦРБ абонент один, а приборов учёта там несколько по каждому корпусу. Можно сказать, что у этой категории абонентов, ну, наверное, близко к 100%. Процентов, да, близко к 100%. Ну, практически 100%. По населению, конечно, ситуация хуже. По населению, вот на 1 января 2016 года у нас было 76%. 76% это, если взять количество абонентов, это 2, наверное, 2 тысячи абонентов ещё счётчики не установили. У нас где-то порядка 10 тысяч, вот 2 ещё не установили. Скажите, вот ещё один вопрос у нас такой, в связи вот с установкой приборов учёта холодной воды. К нам в студию позвонил телезритель, и он спрашивает, он вот что говорит. Установил в прошлом году счётчик и стал платить 4 раза больше. Теперь вот человек, у него есть желание отказаться вообще от счётчика. И что для этого необходимо сделать, какие документы оформить, если человек вдруг решил, что на самом деле ему дешевле платить, ну, по прописке, как это было раньше. Ну, как бы отказаться, наверное, нельзя уже, потому что счётчики мы устанавливаем не по своей же воле, не по желанию. Есть федеральный закон, этот закон вышел ещё в 2008 году. Об энергосбережении, да? Да, об энергосбережении, закон федеральный номер 261, в котором прописано, что все, все категории должны установить приборы учёта. Воды, тепла, газа, электричество, всего прочего. Нет, ну хорошо, если физическое лицо вдруг не устанавливает, кто должен заставить его установить? Он скажет, что я не хочу установить. Если он не хочет, то сейчас мы работаем по постановлению правительства Красноярского края для той категории населения, которые имеют возможность, но не установили счётчик, применяются повышающие коэффициенты. То есть есть норматив потребления воды без счётчика, да? Если по счётчику там понятно, сколько ты воды потребил, на счётчике эта цифра высветилась, за столько ты и платишь. Если счётчика нет, то есть норматив потребления. Если там полное благоустройство, там в районе 8 кубометров, по-моему, на человека, да? Там частичная, там другая цифра, малая, другая. Это норматив потребления. Он определён постановлением правительства Красноярского края. И если человек не установил счётчик, то вот с 1 января 2016 года по 1 июля 2016 года повышающий коэффициент. То есть норматив потребления умножается на повышающий коэффициент. Сейчас он составляет 1,4. С 1 июля он увеличивается, будет уже 1,5. С 1 июля по 31 декабря 2016 года. С 1 января 2017 года он опять увеличивается, и будет уже 1,6. И так будет, я так думаю, наверное, до бесконечности. То есть это понятно, что это для того, чтобы был стимул ставить счётчик. Ну и всё-таки вот этому человеку, Сергею из Богучана, что вы посоветуете, если он вдруг захотел отказаться? Нет, ну как? Можно сейчас отказать или нет? Нет. То есть это однозначно нет. Можно отказаться, но он опять же нарушает закон уже. Да, он нарушил закон. Понятно. И, ну я не знаю, повышающие коэффициенты всё равно заставят его это сделать. Понятно. Ну, хотя я до конца, конечно, вопрос не понял, почему он платит в 4 раза больше. Если он потребляет в 4 раза больше, то тут как бы всё понятно. Мы должны платить за эту воду. Но если он взял 4 куба, почему он должен за 1 куб платить, да? Если он потребил 4 куба. Но если вдруг там что-то у него непонятно с оплатой, если он, например, потребил 4 куба, а у него взяли... Он может прийти к вам разобраться? Конечно. Если у него взяли за 16 кубометров, например, начислили, он обязательно должен прийти, пусть подойдёт ко мне, я проведу его к специалистам, посмотрит. Только с квитанцией обязательно. Мы посмотрим и разберёмся. Возможно, какая-то ошибка в начислении. Может быть, в квитанции ошибка. Потому что, ну, все же люди. Ошибки могут быть. Значит, Сергею мы можем порекомендовать к вам прийти и разобраться с этим. Если кому-то что-то непонятно. После этого только решить, да, что делать дальше. Конечно, конечно, конечно. Валерий Владимирович, подошли к самому главному вопросу. Ну, известно, что у нас малоимущие пенсионеры уже просто с трудом оплачивают счета. И в связи с этим, вот, насколько увеличится тариф на холодную воду с 1 июля? Говорят, что он увеличится и будет увеличиваться, видимо. Делает ли что-то ваше предприятие для того, чтобы снять вот эту социальную напряжённость? С 1 июля, наверное, к сожалению, но для наших потребителей наш тариф опять увеличится. Увеличится он, не знаю, много ли, мало ли, на 4,5 рубля на 1 кубометр воды. Это увеличение произойдёт. Как бы тарифы эти ещё были утверждены региональной энергетической комиссией в прошлом году. То есть уже в прошлом году были утверждены тарифы, что 1 июля 2016 года у нас повысится. Да, тариф у нас 1 июля будет 80 рублей за 1 квадратный кубометр воды с 1 июля. Но, что хочу сказать, на следующий год, на 17-й год повышения тарифа вообще не будет. То есть мы посчитали в связи с тем, что у нас, я уже говорил об этом, появляются новые абоненты, потому что строительство водопроводов происходит, появляется много абонентов, как бы объём нашей реализуемой воды увеличивается. Потом мы провели модернизацию, реконструкцию своих водозаборов. Какие-то водозаборные сооружения мы вывели из работы, какие-то мы поставили в резерв. То есть мы свои затраты немного снижаем, и на следующий год тариф останется такой, какой он есть сейчас, 1 июля. Весь 17-й год тариф подниматься не будет. Всё, на 17-й год решили тарифы заморозить. И тем не менее, вот что бы вы посоветовали гражданам нашим? Вот я не знаю, может быть, как-то либо экономить воду, либо... Ваш совет? Мой совет – ставить приборы учёта. Это самая лучшая экономика. Ставить прибор учёта и смотреть. Без прибора учёта, вот я говорил, экономики никакой не будет. Всё равно эти повышающие коэффициенты заставят людей платить больше, больше и больше. А если ты поставил прибор учёта, ты же видишь, сколько вот ты тратишь, куда, зачем она идёт. То есть, ну это и самому, в общем-то, ещё раз, самому человеку, ещё сам человек убеждается в том, что он может каким-то образом экономить, да? Конечно, конечно, конечно. Ведь мы же привыкли к электрическим счётчикам, да? Мы ходим и в каждой комнате свет выключаем, потому что знаем, счётчик крутится. Киловатты бегут, так же и с водой, или кран будет открытый целый день. Примеров таких очень много, очень много примеров. Вот на бюджетной организации звонит, например, там заведующая садиком какая-то, или завхоз. И говорят, ой, у нас в этом месте что-то очень много воды набежало, наверное, счётчик сломался. Потому что в прошлом месяце там, ну, грубо говоря, было 20 кубометров набежало, а сейчас полмесяца прошло, а уже 30. Наверное, счётчик сломался, пришлите специалистов. Вот присылаем специалистов, специалист прошёл по садику, посмотрел и нашёл, что в каждом смывном бачке клапан не работает, и вода бежит в унитаз днём и ночью ручьём. Вот, пожалуйста. Дополняется септик, не экономится вода. Конечно, конечно, он показывает, вот вода, вот вода, вот вода и вот вода. Всё это устраняет, извините, счётчик работает правильно, мы виноваты сами. Ну, не сами там, говорят, вот там дети пришли, там что-то где-то сделали, поэтому утечка воды, она сразу видно. Понятно. Валерий Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам, рассказали, надеемся, что увидимся с вами ещё не раз в интервью. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. Пассажирские перевозки «Экспресс-Диамант» отправляются ежедневно в 9.00, 15.00 и 20.00 от магазина «Диамант». Адрес переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефону диспетчер 8-923-342-1933, телефон доверия 8-950-970-44-79. Финэксперт-24. Законное решение кредитных проблем. Реальная помощь кредитным должникам. Возврат страховок, оптимизация кредитов, списание долгов. Мы поможем вернуть ваши деньги, скинуть кредитную удавку, начать жизнь с чистого листа. Звоните 8-950-970-44-79. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok